Хотел написать мотивирующий пост и подумал, да идите вы нахер, сами себя мотивируйте. Школа злословия. А почему гедонизм так важен? Почему я столько времени вообще на его пропаганду трачу? Я что вижу? Что, например, мне плохо. И, допустим, я научилась сама себе помогать. Например, мое эмоциональное состояние, когда немножечко шатается или рушится, у меня есть все инструменты, и я сама с собой провожу беседу, провожу какую-то там работу, вечер, какую-то терапию. Я могу сама себя эмоционально собрать. И, например, у меня есть подружка, которая до сих пор не умеет себя эмоционально собирать. И когда ей плохо, она не знает, куда себя деть. То есть она сама себе уже не нужна в этот момент. Она не готова с собой одна дома остаться, провести время. Она начинает тыкаться ко всем, кто может ей хоть какую-то помощь оказать. И разница развития человечества в случае, если большинство будут похожи на меня и в случае, если большинство будут похожи на нее. Представьте, что если каждый человек сможет обеспечить себе все необходимое, закрыть все свои потребности. И когда он общается с другими людьми, он просто использует это время для приятного общения, ненавязчивого. Это могут быть душевные разговоры, но это не перекладывание друг на друга проблем. Ты в ресурсе, поэтому ты решай мои проблемы. Я сейчас не в ресурсе, поэтому мне все должны. Вот когда я общаюсь с людьми, я на них ничего не перекладываю, я могу просто с ними приятно провести время. Это же тоже уже практически ранг искусства. Приятность-обеседник, хорошо, приятно провести время. И общение с моим кругом, оно очень, скажем так, оно никогда никого не уронит. Оно скорее добавит. То есть, когда я пообщалась со своими друзьями, у меня еще лучше настроение, у меня еще приятнее, у меня есть даже иногда приятная какая-то легкая усталость. Но это состояние, в котором я засыпаю с улыбкой. И представьте, что все будут в такой позиции, и каждый сможет сам решить свои вопросы. Первичные, бытовые, эмоциональные. И когда мы встречаемся, мы просто друг другу приятны, и нам хорошо. И пример с моей подружкой. Ей плохо, и она начинает искать, кто бы ей помог. И представьте, что в этот момент всем остальным тоже плохо. А вы прекрасно понимаете, что это так и есть. Что есть целые пласты населения, где всем плохо. И люди радуются только, когда у кого что-то хуже, чем у него. Еще хуже. Он радуется, когда у него чуть лучше, чем у того, у кого совсем плохо. Это целые пласты населения. И представьте, что все эти люди, они дружат. Они собираются с тайками, дружат против кого-то или дружат для того, чтобы им было кому пожаловаться. И они все время по кругу пытаются спихнуть друг на друга свои проблемы. Они часто меняются проблемой. То есть они говорят, давай ты решишь мне вот эту проблему, а я решу тебе вот эту проблему. Классный такой проблемный бартер. Супер вообще. Очень крепкая дружба основана на болячках. И если один раз попасть в такую дружбу, то потом нужно все время болеть. Потому что если вы выздоравливаете, уже с вами дружить неудобно. Вам придется за всех решать их болячки. Но ваши болячки никто решать не будет, потому что у вас их нет. Вот если у вас нет болячек, идите дружите с теми, у кого нет болячек. Если у вас есть болячки, дружите с теми, у кого есть болячки. Но я вам рекомендую прислушаться к идее, что если каждый сам сможет решить свои болячки, то мы все уйдем в группу, где просто приятное общение. Где у всех есть ощущение радости, когда они видятся. Когда вы никому не припихиваете свои проблемы. Не жалуйтесь, не тратите совместное времяпрепровождение на нытье. Представляете, насколько это простая концепция, чтобы каждый человек научился сам решать свои проблемы, свои первичные потребности. И даже не имел такой мысли, что можно на кого-то это спихнуть. Тогда бы не было никаких голодающих детей в Африке. Потому что люди, которые живут в Африке, поверьте, это не 100% населения, дети до 7 лет. Это вполне взрослые, крепкие люди, которые активно давят на жалость для того, чтобы ничего не делать. Чтобы люди другие, которые более активны, им что-то давали. И посмотрите на государство. Если каждое государство — это один человек, то каждое государство старается выглядеть более жалким на фоне соседа. Зачем? Потому что это более выгодно. Возможно, кто-то более сильный ему что-то даст. А теперь посмотрите на все государства в мире. Сколько из них вы можете сказать, что это сильные, здоровые, у них хорошее настроение. И сколько государств — это депрессивные друзья, у которых куча проблем, от которых все пытаются избавиться рано или поздно. Представьте, что каждая страна, она состоит из нескольких миллионов человек. И вот эти миллионы людей формируют общее ощущение от страны. Если бы все эти люди начали решать сами свои проблемы, не пытались прикинуться максимально жалкими, не пытались вызывать жалость у соседей, и не тратили свое время настолько тупо, что они просто тратят время на то, чтобы вызвать жалость в окружающих, чтобы получить помощь, чтобы ничего не делать, чтобы не проживать свое время, которое нам отпущено, гораздо интереснее провести его в активности. И я могу называть только несколько симпатичных государств, и то некоторые из них абсолютно не готовы никому помощь оказывать. Они решили свои проблемы и сами по себе интровертят. Им хорошо, симпатично, им интересно с собой. Я считаю, что интроверсия – это очень здоровая позиция, потому что если вокруг все инвалиды, то интроверсия – это вполне симпатичный вариант, и можно достаточно долгое время протянуть без общения, или вообще оно не нужно, потому что настолько некачественное общение в этом мире, что проще в этой жизни без него обойтись. И я всех призываю к тому, чтобы все были полноценными и интересными, чтобы мы могли вместе играть, а не просто обсуждать, у кого какие болячки. И очень смешно, когда, знаете, старички внучатам на день рождения желают здоровья. И, конечно, когда мне было 5 лет, я не понимала, в смысле, какое здоровье, дайте мне денег, конфеты, сникерсы. Мне, в принципе, и так все нормально. Но каждый праздник мои бабушки, дедушки желали мне здоровья, здоровья, здоровья. И здесь нужно принять такую позицию, что старайтесь просто не общаться с людьми, которые вам непонятны. Разделитесь по группам, потому что на данном этапе мир неоднородный. Если мы разделимся на группы, будем держаться свояков, нам будет гораздо проще. По крайней мере, так дольше проживут здоровые единицы, потому что если одну здоровую единицу закинуть в больное общество, то они вас сожрут достаточно быстро. И пожелания здоровья, они будут максимально быстро востребованы. Держитесь своих и постарайтесь впитать в себя эту идею, что если каждый сможет себе помочь, то тогда никому не придется помогать. Представляете, не будет никаких голодающих детей, не будет государств, которые там обеспомощные, обесточенные. Не будет нуждающихся, если они сами возьмут, просто на себя ответственуются и начнут что-то делать. Они будут всю жизнь вызывать жалость в более активных, более жизнерадостных людях. Продолжение следует...